Ни в июне, ни сейчас ни одно отделение почты в Кировской области не закроют. Соглашение об этом подписали сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Никита Белых и генеральный директор почты России Дмитрий Страшнов. Они уточнили, в регионе сейчас больше 700 отделений связи и закрывать не планируют даже те, что находятся в небольших населенных пунктах. Подробности у Елены Чехомовой. У почты России не лучшие времена и проблемам предприятия не один год, рассказывает директор почты России Дмитрий Страшнов. Сегодня он приехал в Киров ради встречи с Никитой Белых. Главной трудностью руководитель предприятия назвал нерентабельность отделений в небольших населенных пунктах. Временно исполняющий обязанности губернатора ответил, область поможет и ни один пункт связи не будет закрыт. Договорились о совместных действиях, которые позволят почте России эти отделения содержать. Мы, наверное, сможем пересмотреть ставки аренды, какие-то объекты будут переданы на безвозмездное пользование. Почтовые отделения при этом не только не закроют, но и создадут новые, отметили на встрече в правительстве. Будет дано поручение администрации города Кирова в микрорайоне Чистые пруды. У нас есть необходимость открытия отделений на Солнечном береге. Еще, скажем, там в ряде точек как раз новых микрорайонов, где появляется большое количество населения. За последние годы в области не раз сокращали отделение связи или уменьшали количество рабочих часов. Заменяли почтовые пункты мобильными. Все это, так же, как и очереди, из-за нехватки кадров, уверяет руководство Почты России. Зарплату сотрудникам зимой повысили, но наплыва желающих работать нет. Сколько у нас? 11 400 рублей. С 1 января, да? Да, с 1 января. А еще в самое ближайшее время руководство Почты пообещало модернизировать свое оборудование и даже открыть круглосуточные пункты выдачи посылок. Областные же власти предложили в Год культуры создать музей истории ведомства в здании главпочтамта. Елена Чехомова, Алексей Божигов, Мюро новостей Давидча.